Привет, друзья! Мы сегодня поиграем с вами в очень увлекательную игру. Я продавец, а вы покупатель, который только что приобрел себе новый автодом Adria Matrix на базе Fiat Ducato. Чтобы начать пользоваться автодомом, нужно получить ключи. Я вам, грубо говоря, их передам после инструктажа. У вас будет в распоряжении четыре ключа. Два из них отвечают за зажигание. То есть один будет с кнопками открытия и закрытия всех дверей. Кстати, это большой плюс у Matrix, что дверь в салон, входная, тоже закрывается с ключа. Вот в отличие от очень многих Mercedes. Второй ключ – это дублер. Он тоже оснащен чипом. То есть им можно пользоваться, если вдруг вы потеряли основной ключ с кнопками. Ну, до момента, пока его не восстановите. И также два ключа для сервисных замков. Они понадобятся, чтобы отключать. Они понадобятся, чтобы открывать лючок, допустим, багажника, туалетной кассеты и входной двери, если она вдруг не отпирается с центрального замка. Ну что ж, пойдемте, я вам покажу базовые вещи, которые находятся под капотом. Мы тут не будем детально с вами разбирать все досконально. Значит, перед тем, как отправиться в дорогу, мы, конечно же, должны осмотреть оборудование под капотом. Мы, в первую очередь, наполнение расширительных бачков системы торможения. Далее, системы охлаждения слева с оранжевой жидкостью. Для того, чтобы залить омыватель и мыть окна, мы воспользуемся вот этой крышкой. Видите, соответствующий ярлычок есть на этой синей крышке. Ее очень удобно, но либо покупаете специальную баклажку с носиком, либо покупаете с собой воронку. Можно делать ее из бутылки. Но опять воды отрезаете донышко, и получается воронка. Чтобы проверить масло перед выездом, мы заглядываем на заборчик и видим красный щуп. Все, друзья. Проверили тормоза, охлаждающую жидкость, залили незамерзайку, проверили уровень масла. В принципе, можно уже смело отправляться. Ключ зажигания мне также понадобится, не, вам понадобится для того, чтобы заправить топливо. Головина открывается именно ключом зажигания. Поворачиваем и извлекаем. Вот с 2019 года саму крышку уже крутить не надо. Поворачиваем только ключ. Также, ну, не очень веселая новость, но появилась вторая горловина для жидкости от Blue. Ее нужно заправлять. Объем бака 20 литров. И нет, к сожалению, датчика, который показывает точный уровень. Лампочка на панели приборов у вас начинает загораться, когда в баке осталось половина. То есть вы можете еще долго ехать, чтобы найти возможность долить жидкость от Blue. Вот тут есть небольшая инструкция, в которой вам подскажем, как правильно действовать. Ну, надо подождать две минуты, если у вас одну закончилась, через две минуты система обнуляется и вы уже видите ее. Тут мы с вами видим, уже автодом подключен к внешнему источнику 220 вольт. Такой кабель мы с вами вам всегда даем при продаже, при передаче автодома. Он будет длиной метр-полтора. Катушку обычно мы предлагаем вам приобрести либо у нас, либо в любом строительном магазине. Судя по форме выхлопного отверстия, здесь у нас отопитель Трума, газ. Если захотите упростить себе жизнь, то можете поставить дизельную печку Трума в нашем сервиском центре. С этим вам с удовольствием помогут. Чтобы отправиться в путешествие, конечно же, понадобится газ. Вот в данном случае у нас пустой, совершенно новый отсек для газовых баллонов. Здесь пока ничего нет. Мы вам поставим как минимум один полный баллон. Подключим сюда шланг. А здесь уже стоит новый редуктор на 30 милибар с краш-сенсором. Вот в такой комплектации, к сожалению, у нас пришел автодом из завода. Понадобится дооснастить эту систему шлангом. Закрываем. Значит, газ здесь размещается в количестве двух баллонов, каждый из которых берет в себя 11 килограмм и примерно 25 литров. Также сервисный ключ вам понадобится, чтобы открыть дверь основного багажного отделения. Вот у Матрица, к сожалению, нет функции сообщения с жилой частью, но, тем не менее, багажник очень большой. В этой комплектации, которая у нас стоит на площадке, есть запасное колесо, как вы видите на кронштейне. Лесенка на полу понадобится, чтобы забираться на опускаемую кровать над гостиной. Мы с вами увидим ее, когда зайдем в салон. И, кстати, слева мы с вами увидим черный такой коробок. Он отвечает за теплый пол, друзья. В этой комплектации у нас есть теплый пол, который работает от 220 вольт. И также прошу обратить внимание на регулятор черного цвета. Вот у вас по центру сейчас. Он отвечает за обогрев бака сточных вод, когда вы отправляетесь в путешествие зимой. Шикарное пространство для размещения велосипедов, всего багажа. Но мы с вами отправляемся в салон. Продолжение следует...